Добрейшего денёчка, братья-славяне! С вами Дмитрий Хмель, с канала Хмельной картограф, а также Ванечка Солод. Ванечка, поздоровайся. Всем привет. Ну и так вот. Значит, продолжаем рубрику народного пива, потому что мы перешли на народное пиво, которое все знают, все покупают, все любят. Сказал Димон, который до этого снял обзоры аж на трибут брюхи. Да-да. Да. Короче, он п*** был. Работал я как-то к пивнухе, да и сейчас, конечно, работаю. И на моём, значит, опыте, знаешь, чё было? Чё? Вот это пиво брали ящиками. Чё, блядь? Да, как это возможно? Вот были люди, знаешь, они приходят, выгребают всё из холодильника, всё ходыжинское, которое есть. Эти люди безмозглые идиоты. И откуда они все берутся? Какой ты жопа. И потом говорят, со склада несите все ящики, которые есть. Вот просто ящиками. Их там... А в ящике 20 бутылок. Ну, это понятно. Ну, как блок сигарет. Да. И вот, понимаешь, я сидел такой, я, значит, со своим наставником разговариваю, говорю, а чё, неужто Хадыжинское? Я его люблю называть Хадыжинское, поэтому в дальнейшем я его буду называть Хадыжинское. Говорю, неужто Хадыжинское настолько прям крутое вкусное пиво? А мне говорят, нет, просто у нас люди в стране говноеды и привыкли, что если живое пиво, то оно вкусное, нормальное и натуральное. А на самом деле это пиво просто говно. Вот именно. Но, собственно, кстати, Тёма пробовал Хадыжинское, говорит, говно, говно. А сегодня мы скажем то же самое, скорее всего, потому что я людям верю. Ну, посмотрим. Оно жёлтенькое, как моча, пузырица, пена стоит долго, но я не уверен, что пиво хорошее. Мне почему-то так кажется, что оно плохое, потому что люди говорят, что плохое. Хотя, говорю, его скупают ящиками. Ты его не пробовал ещё? Нет, я ещё не пробовал. Ну, слушай, пахнет не так, не сяк. Типа, ну, нормально пахнет. Хотя какой-то вот такой тухлячок присутствует. Пахнет обычным пивом, но на фоне где-то... Мне кажется, тухлячок. Там, типа, какой-то запах помойки немного и от крышки, вот смешанный. Но на фоне там далеко. Не знаю, мне кажется... Я и говорю, тухлячок всё равно немного попахивает тухлячком. Есть, да. Нет. Знаешь, на что по запаху похоже? Моча и дерьмо! Моча и дерьмо! Собственно. Ладно, уже пена достаточно сошла, сейчас мы его попробуем. Я не знаю, то ли мне попалось такое, но... На самом деле, не самое плохое, что это. Что? Мне Тёма говорит, ты должен размотать это пиво. Это пиво, говно, ты должен его обосрать с ног до головы. Но я не знаю. А какая клепость? Крепость. Да вот я что-то помнил, помнил и забыл. А где? Там спереди просто 11% написано. Да, нет, 4 оборота. Я испугался. Это, кстати, лёгкое пиво. Оно и реально, оно идёт легко, надо попробовать. Я говорю, тут из минусов, но пока что только я заметил, из минусов тут только запах. Так нормально. Вот и я подумал, потому что нормальное пиво. Нет, я бы даже сказал, хорошо. Ну-ка, ещё раз. Для тупых. Я бы даже сказал, хорошо. Ебать. Нет, на самом деле, нет, реально. Такой привкус приятный, хлебный. Сейчас, ещё раз. Вначале пьёшь, немного горчит, потом, когда на послевкусие остаётся сладость и хлебный привкус. Это вообще нормально. Но запах, конечно, помои, да. Я говорю, пахнет помоями. Пахнет помоями, но на вкус не плохо. Знаешь, как вот эта тряпочка, которую, мать, уже использует. А, которая половая, вот эта тряпочка. Да, да, да. Ты её нюхаешь, вот это то же самое по запаху. Ну, это вообще вкусно. Ты серьёзно? Не, реально. Я, кстати, я вот честно сказать, я ожидал гораздо более худшего. Не, вообще, а сколько оно стоит? Ой, я вот чё-то забыл. То ли 80, то ли 90 рублей. А, ну, на уровне с Эдельвейсом по цене. И, кстати, по вкусу, по-моему, тоже. Ну, по вкусу, да. Я не знаю, может быть, действительно... Может, нам попалась счастливая бутылка какая-нибудь. Может быть. Может быть, действительно, нам попалось хорошее пиво. Но на самом деле оно неплохое. По вкусу оно неплохое. Запах говно, а вкус нормально. А ты башкой столкнулся. Не, я вообще... Цена более-менее адекватная. Ну, это вообще нормально. Правда, нормальная цена. Погоди, я не верю своему языку. Я хочу ещё попробовать. Диман, ну это намного лучше, чем то, что вчера было. То, что вчера было, это... Мы забудем то, что вчера было. Потому что я потом блевал кровью. Да, потому что рака потом всё умерла. На ты попробуй. Я не чувствую, что оно плохое. Не, может решать то, что оно охлаждённое? Ну, я не знаю. Оно вроде не такое прям. Не. Оно именно по вкусу неплохое. Не, кстати, по шарам бьёт. Голова немножко побаливает. Даже с учётом того, что в нём 4%. Даже с пива, у которого 4,9%, у меня голова так не побаливала. Я крепость не чую вообще. Не, я не чувствую крепость. У меня именно просто голова почему-то немного побаливает. Ну, возможно, не в пиве вообще дело. Пенка какая-то горькая. А так пиво вкусно. Это шутка? Эти ребята не шутят. Понимаете, мне нужно определиться с выбором. Убить сначала тебя, а потом его. Или оставить его на потом, а тебя убить у него на глазах. Или убить его у тебя на глазах, а тебя оставить на потом. Или убить тебя у него на глазах. Или всех убить в этой сраной дыре. Или прострелить башку себе. Не знаю. Не, ну слушай. На самом деле, Тёмка меня сейчас обосрёт. Тоже с ног до головы, как завещал мне обосрать это пиво. Ну, пи***й тебе. Тебе нужен вазелин. Запасайся. Ну... На самом деле, я ожидал, что оно прям сильно хуже будет. Не, может, мы просто из-за того, что думали, что будет плохо, поэтому удивлены, и поэтому типа... Нет, на самом деле, вкус неплохой. Не слушайте, у него побочка по ростамола. Ну, вообще, да. Я просто, знаешь, я думал, что-то на уровне рыготы типа с мотором будет. Ну, по твоим словам. Думал-то, что что-то вкусное будет. Я не прогадал. Поганые любители, блядь. Я не знаю. Я тебе говорю, мне люди сказали, что это говно. И я им почему-то поверил. Может, потому что ты мудак? Ну, это не исключено. Оказывается-то, покупатели-то правы. Неплохое пиво. Он что, рехнулся? Ох, ты дурак. Объясняешь ему, вдалбливаешь, а он опять... Блядь, как об стену горох, сука. Ну, так вот. Давай ради справедливости поставим 7,5. Ну, давай 7,5. 7,5 для этого пива... Падаем нормальное пиво. Идите нахрен. Хорошее нормальное пиво. Обычное. Стандартное. По цене не кусается. Всё, отсаньте от Хадыжинского. Нормальное пиво. Всё, я своё мнение... Это... Поменял, переобулся в воздухе. Сдался, парень. Ну вот скажи, ну вот как с такими работать, а? Ведёт тебя, как дурак. Дураком и помрёт. Да, действительно. Поэтому, собственно, с вами был Дмитрий Хмельцев с канала Хмельной картограф, а также Ванечка Солод. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok